Оля, здравствуй. Здравствуй, Галя. Рада тебя видеть. Я тоже. Рада тебя видеть. Мне бы хотелось узнать, как ты попала в сетевой? В сетевой маркетинг я попала в 1993 году. Там была такая компания. Это компания «Инрич» называлась. Она пришла к нам в Минусинск. Это вообще было мое первое знакомство с сетевым маркетингом. Но я потом сменила несколько компаний и до 2000 года я совмещала работу и бизнес, интернет-бизнес. Очень много читала, изучала. Но в 2000 году я увидела перспективу сетевого бизнеса. Я поняла, что здесь деньги можно зарабатывать, потому что я начала зарабатывать больше, чем, допустим, на работе в найме. И я совсем уволилась с работы. Мне тогда было 48 лет и больше я в найме не работала. Ну, молодец. Не каждый так решится. Да. Было очень... Такое решение было. Трудное было решение, потому что на тот момент у меня дочь родила как раз. осталась без мужа, муж без работы. И у нас было свое предприятие. И я его закрыла и ушла. То есть в семье был огромный скандал. Но я была уверена, что я бизнесом не вытяну семью, а вот именно в сетевом начну деньги зарабатывать. И вот так вот начала и до 2015, до 2016 года я работала профессионально уже в сетевом маркетинге. Вот. Здорово. Ну, а потом в 2016 году я ушла с сетевого маркетинга. И почему? Ну, знаешь... Столько лет проработала. Да. Столько лет проработала, даже не ожидала. Вот. Но в жизни же все меняется. И мне очень надоело продавать продукцию. Да. Были... Вот новый человек появляется, дистрибьютор. Мне нужно было ему помочь продать продукт. Если он не продавал, значит, у меня на следующем месяце не было подтверждения квалификации, не было объемов. А заказы были на очень большую сумму. До 20 тысяч доходило. Да. И вот так вот постепенно развалилась команда, короче. И я еще, когда работала на сетевом маркетинге, я мечтала об интернет-бизнесе. И вот в 2016 году в конце я узнала о интернет-бизнесе, о компании Бэпик. Она была тогда на старте. И с февраля 2017 года я начала здесь работать. Именно потому, что здесь вот есть интернет-бизнес. Это была моя мечта. Поэтому я пришла. У меня уже был какой-то опыт. Ну, и, как говорится, как рыба в воде. Очень хорошо начала. И здесь еще есть хорошее обучение. Ну, ты знаешь, что у нас есть академия успешности. Конечно. То есть при компании есть обучение. Бесплатная. 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 Система, которая... По шагам. Да. Которая... Это вообще великолепно. Да. От а до я вот это самое. И человек получает не только вот, ну, допустим, по продукции знаний. Он получает еще финансовые знания. Он может правила построения бизнеса получить. Он может вообще финансовую грамотность. Потом отношения в семье. Ну, в общем, здесь столько вопросов изучается. Да. И психология, мышление. И все задевается. Вот мы, помнишь, проводили марафон. Сколько тем мы прошли. Да, мой. Какая прелесть была. Я вспоминаю с удовольствием. В апреле мы тоже планируем еще раз провести марафон. Да. Я думаю, он будет уже лучше. Лучше. Хорошо. Вот. То есть здесь интереснее работать. Но интереснее тем, что здесь обучение, как я уже сказала. И здесь не нужно продавать. То есть я за свои двадцать с лишним лет вот так напродавалась продукцию. Да. У нас люди не особо любят продавать. Да. Да и продавцов такие, как мы раньше были, тоже не любят. Да. Вот. Что люди навязывают продукты. И это никому не надо. Вот. И все-таки, давай так вот по пунктикам. Чем отличается сетевой бизнес от интернет-бизнеса? Ну, во-первых, тем, первое, это самое главное, то, что здесь нет продаж. То есть у нас потребительский маркетинг, и мы приобретаем продукт для себя и рекомендуем его другим людям через интернет-магазин. Доставка идет напрямую каждому человеку, который заказал. Да, это приколепно. Второе, это обучающая система от АДА. Я полностью тебя обучаю. Финансовой грамотности, ведению бизнеса. Там доктора, кандидаты рассказывают о продукте. И что еще? Очень важно то, что мне не нужно самой проводить презентацию. Раньше я их проводила постоянно. Да, сколько времени отнималось. Да, сколько времени отнималось. И бывало в офисе встретишься, человека пригласишь, он придет, не придет, или два часа с ним разговариваешь, а он все равно потом говорит нет. То есть здесь такого нет. Здесь все в интернете, и человек сам принимает решения. Он может посмотреть, почитать информацию, получить на презентации. Вот наша задача здесь приглашать людей на презентацию. Научиться приглашать. Они сами слушают спикеров и принимают уже решения. Ну, вот основные вот такие вот отличия. Хорошо. И что мы можем пожелать всем, кто нас слышит, всем, кто нас видит? Ну, я бы хотела пожелать всем людям изучить вот эту возможность интернет-предпринимательства. Ну, и приходи к нам в команду, потому что на сегодня мы уже имеем опыт. Мы прошли какой-то период, какие-то ошибки прошли, которые мы уже видим, и уже можем более качественно и более быстрее донести до людей и помочь им выйти на старшие деньги. Так что присоединяйтесь, друзья. Будем рады. А нас ждать. Да. Будем ждать. До встречи. До встречи.